Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор так называемой банди Урмадского. Криминальная структура впервые дала о себе знать в 2008 году и прославилась налетами на букмекерские конторы, ломбарды и торговые точки. Злоумышленники годами скрывались от следствия благодаря тщательному планированию преступлений. Что решил суд, расскажет Хайрат Назипов. На приговоре суда сегодня присутствовали родственники подсудимых. Они тщательно скрывали свои лица. Такой же тактики придерживались и обвиняемые. По версии следствия, созданные 10 лет назад, банда налетчиков наводила ужас на владельцев ювелирных и продуктовых магазинов, ломбардов и букмекерских контор. Орудовали не только в Казани, но и в Арском, а также в Полтасинском районах. Злоумышленников не могли долго поймать, так как они тщательно планировали свои ограбления, прятали лица и делали все, чтобы не оставлять следы. Как считает следствие, все подсудимые имели четкую роль при нападении. Водитель оставался в машине, второй участник контролировал ситуацию ухода, а остальные, как правило, от двух из четырех человек совершали налет. Порой не обходилось без пострадавших. По материалам уголовного дела, во время одного из ограблений, обвиняемые схватили женщину администратора за волосы и несколько раз ударили головой о пол и дверной косяк. При другом налете применили газовый баллончик. Все попытки помочь пострадавшим просекали на корню, открывая стрельбу из травматического пистолета. В ломбард забежали трое неизвестных парней. Один угрожал мне пистолетом, двое разбивали витрину, где висели золотые изделия. Они начали бить ее, они ее как бы разбить не смогли. Они отогнули витрину и похитили золотые изделия. Как установили оперативники, в арсенал группы входило как травматическое, так и огнестрельное оружие. Это ПМ, ТТ, а также пистолеты «Страж» и ОСА. Как правило, сумма похищенного варьировалась от 50 до 60 тысяч. Таким образом, в общей сложности им был причинен ущерб на сумму 3,5 миллионов рублей. После задержания в отношении подсудимых было возбуждено сразу несколько уголовных дел. В зависимости от роли каждого, их обвиняли в незаконном приобретении, хранении оружия, разбоях, кражах и бандитизме. В итоге суд назначил пятерым подсудимым от 5 до 16 лет лишения свободы. Лидер группы Максим Урмацкий был приговорен к 17 годам лишения свободы. Еще один член группы заключил со следствием досудебные соглашения. Ранее его приговорили к 7 годам в колонии общего режима. Айрат Назип, Фадель Малахметов, Вызов 112.